В 20 веке в Иванове стал популярен серый конструктивизм, и в городе появилось здание птица, дом-корабль, дом-подкова, здание пуля и здание трактор. В 21 веке стала популярна точечная застройка, и в самом центре на площади Пушкина появилось здание утюг. Только в отличие от своих исторически важных собратьев, восторгу горожан оно не вызывает, и в веках вряд ли простоит. Здание раздражало ивановцев, не будучи даже построенным. Общественность не хотела загромождения центральной площади. Коммунисты не взлюбили здание на волне точечной застройки. Как только участок земли огородили забором, у него стали проходить пикеты и митинги с требованием свои убрать. Оно уродливо, оно даже на плане было уродливо. Недаром оно получило название в народе утюг. А во-вторых, это здание нарушало весь вид центральной, главной площади города Иваново. И там полно общепитов. И как показала жизнь, действительно, он там оказался лишним даже с этой точки зрения. Блогер и человек с активной жизненной позицией Сергей Шмонин за ситуацией всегда наблюдал пристально. По его мнению, в здании нет ни эстетики, ни практического смысла. Сергей обошел несколько инстанций, обращался в прокуратуру и мэрию. Мне четко, совершенно официально ответили, что возводится на площади Пушкина очень легкое, очень такое воздушное сооружение, которое представляет из себя остановку для тех людей, которые там пересаживаются с транспорта на транспорт. И к этой остановке, большой, хорошей, удобной, от дождя, от ветра, будет пристроено некое кафе. Власти не стали проводить даже публичные слушания. Ведь они не нужны, если ставишь ларек, пусть и гигантский. Кафе, которое переехало в здание Утюг, вскрыло несколько проблем. Фигурировало имя задержанного ныне по подозрению во взяточничестве замглавы администрации Матвеева. Проблем прямого лоббирования, скажем так, людьми близкими к государственным структурам власти, своих бизнес-интересов. Мы тоже требовали публичного слушания, нам сказали, это временное строение. Раз временное, пусть его сносят. Кафе, которое строили с такими проблемами, погубило нерентабельность. Справиться с конкуренцией даже на этом хлебном месте собственникам не удалось. В один день все сотрудники написали по собственному. Условия были не очень. Мы делали, а нам даже спасибо не говорили. Мы по 16 часов с ней работали, за должность костей, за маленькую зарплату. Как бы ни слова спасибо, только упреки. Потом сделали шурма, блинчики, пиццы, все. Там просто приходили, выпивали, и ГПС приходилось чаще выпивать. Ну, в общем, скатилось в кафе. Архитектор Виктор Шахматов рассказывает, в городе множество некрасивых зданий, которые портят облик. Кажется, что чиновники не прислушиваются к архитекторам. Городостроительная проработка на некоторых участках областного центра попросту отсутствует. Виктор Шахматов – это то ли здание, то ли остановку считает недостойной главной площади города. Это пространство площади, его благоустроить хорошо надо, чтобы с площади можно было воспринимать все пространство, всю архитектуру, которая обрамляет площадь. Но, к сожалению, эта площадь у нас тоже застраивается стихийно, точечно, нет единого плана застройки этой площади. Вот все высотки окружающие, там, мне кажется, планируется еще постановка высоток, они как-то вот, ну, стихийно там организовались. Блогеры после закрытия кафе сразу вспомнили все официальные ответы администрации. И теперь ситуацию оставлять не планируют. От инициативных ивановцев поступило сразу несколько предложений. Сделать из здания музей чиновничьей глупости или сравнять постройку с землей. Я думаю, что людям, молодым, достаточно сильным, не составит труда разобрать это строение, ну, а потом городская администрация его вывезет. Ну, да, тем самым мы поможем нашей родной ивановской власти сделать доброе, большое, хорошее дело. Под аплодисменты, ну, и, естественно, под вашими камерами. Если ивановцев не спросили, когда здание собирались строить, то нужно спросить их сейчас, что с ним делать. Я действительно считаю, что здание это нехорошее, оно никак не вписывается в окружающий ландшафт, и ему не место здесь, на этой площади. Я обеими руками за за его снос, то есть, оно вообще, у меня только эмоции отрицательные вызывает. Все это снести бы, здесь навести бы порядок хороший бы, благоустроить бы всю территорию бы, сделать действительно достойную площадь. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова